Для меня тоже выходили такие сигналы, и письма, и коллективы школ писали, и больничные коллективы писали. Не коллективы, а люди отдельные. В каждом конкретном случае мы уже пререагировали. Я попросил даже так, что верните деньги, люди, верните. Не хотят, не надо. Но в то же время я понимаю, что бюджетных ресурсов на эту работу направлено тоже не будет. И такие вопросы мне задают, что, мол, у нас и денег не хватает, ямы на дорогах, и селу надо помогать, и пятое, и десятое. Вопросов много. А вы направляете бюджетные средства. Ни одного рубля из бюджета на сегодняшний день не направлено. Я хочу помочь Крыму, вот я лично, я перечислил часть своей зарплаты в этот бюджетный фонд. У меня зарплата высокая, выше средней нашей республиканской, существенно выше средней республиканской. Поэтому я могу себе позволить, с учетом моих скромных вообще личных потребностей, могу позволить деньги перечислить и этот фонд, который помогает Крыму, и другие благотворительные фонды, которые помогают детям. Но это моя личная позиция. От других людей я этого требовать не могу. Я могу только просить тех, кому небезразлична сегодня ситуация в Крыму, оказать поддержку. Принуждительный вот такой сбор денег, но это опять вот из той же ситуации, когда некоторые наши руководители муниципальных уровней, городских уровней не включают голову. Они работают по старинке. Это недопустимо. Я против того, чтобы деньги собирали принудительные. Еще раз говорю, прошу, верните деньги тем людям, которые под нажимом, скажем так, сдали эти свои ресурсы. Нужные своих семьях, своих детям. Это не тот путь. Совершенно нет.